Друзья мои, я веду репортаж из Яхрамы. Вот посмотрите, какие у нас активные, активные яхрамчане. А все эти люди пришли защищать обелиск, посвященный нашим дедам и прадедам, ветеранам и погибшим в Великую Отечественную войну. Обелиск можно пройдет? Обелиск был установлен в 1966 году. И поэтому люди, конечно, категорически против, чтобы здесь были какие-то перемены. Я полностью поддерживаю и храмчан, считаю, что какие-то перемены неуместны просто. И непонятно, для кого они созданы. Здравия желаю. Привет. Вы тоже здесь защищаете, да, обелиск тоже, да? Надо оставить туда, конечно. Конечно, молодцы, молодцы. Молодцы, здравия желаю. Здравия желаю. Надо представляться, да? Сейчас, надо представляться. Сейчас, обязательно. Секунду. Надо настроить. Давайте, да, имя хорошее, как он подпишет. Латинский Евгений Иванович, председатель Дмитровского отделения Российского военно-исторического общества. Ну, сначала несколько слов об этом мемориальном комплексе, можете рассказать. Ну, я хочу сказать, что мемориал существует здесь с 1966 года. У нас очень много видео. Сейчас вот общественность подняли, показали. Мы смотрим и просто гордимся. Видели, как это строилось, как праздники люди проводили. Для них это, для многих это прям родное. Теперь вы узнали о том, что это и собираются. Да, мы узнали. Опять же, официальной информации нет. Все по слухам. Нам ничего не объясняют. Пытаемся хоть как-то задать какие-то вопросы. Все уходит в сторону. И остается только гадать. Но вот, оказывается, оказалось, что есть проектное бюро, которое, оказывается, уже сделало проект. И оказывается, где-то обсуждается без нас, без общественности. Что хотят сделать? Что хотят сделать? Что хотят сделать? Вместо стены, городской археологии, которая должна быть установлена на образцах. Это единорог. Как хотят сделать вот такую капсулу, так называемую? То есть вместо вот этого? Да, это же не вот этого. Нет, это монумент, который вот памятник, как говорится, погибшим в Великой Отечественной войне. Про это вообще нам сказали, что это мы хотим убрать, потому что здесь площадка неудобная, здесь машины ходят. Поэтому, как меняется информация, это убрать, а вот вечный огонь отсюда снести и убрать куда-то туда. А может быть, даже вечный огонь здесь не будет, а вечный огонь перенесем в парк Лямин. Или такие были разговоры. Никто ничего не говорит. Поэтому, соответственно, вместо стены, город воинской доблести, который они предлагают поставить рядом, ну, две стены, да, понимаете, как это бы выглядело. И вместо стены предлагают вот такой вариант. Ну, лед, да, понимаете, ну, вот о чем говорить. Естественно, конечно, мы поддерживаем жителей местных, потому что для них это святое место. И считаем, что надо это место оставить. Да, немножко облагородить. Да, вот елки, они переросли, они затеняют. Елки можно убрать, новые посадить, дуи какие-то, да. А так-то здесь все приятно хорошо. Зачем, зачем? Не надо ничего убирать елки. Ну, это главное не это. Это же завесники обелиска этого. Это вечный огонь, а не так, как нам пытаются объяснить, что это огонь памяти. Никто не может ответить. Я спрашиваю, а чем отличается огонь памяти или вечный огонь? Затрудняются ответить, да? Все, спасибо. Все хорошо, я вам сказал.